Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогие подписчики канала Айрведа, канал о вкусной и здоровой пище. Итак, сегодня 28 апреля, воскресенье, и я приветствую вас на канале Айрведа. Рубрика «Ведическая кухня». Сейчас я на кухне готовлю десерт в чай. Вот, и хочу вас познакомить ещё с одним десертом, который я недавно приготовила. Он мне очень понравился, и хочу сейчас этим рецептом с вами поделиться. Значит, ну вот экспромтом хочу сейчас долго не говорить, долго не рассказывать. Хочу вот показать, что я буду сейчас делать. Значит, десерт к чаю. У меня идёт сейчас в процессе всё. Значит, здесь у меня селяночка, мука цельнозерновая. Дальше у меня овсянка, которую мне надо сейчас запарить кипятком. Вот сейчас как раз я подогрела воду, и хочу заварить овсяночку. То есть я хочу сделать сейчас микс, смешать цельнозерновую муку, смешать с овсянкой. Это вот то, что я делала вчера. Этот микс, мне он очень понравился. То есть, когда запариваешь овсянку, да, то получается такое молоко овсяное. Она выделяет молоко, и чуть-чуть настоится это всё, и получается очень вкусно. Вот именно это молочко, да, так как сейчас пуст, нельзя употреблять в пищу продукты животного происхождения, то можно использовать вот овсяное молоко вместо коровьего молока. Вот, значит, я запариваю сейчас овсянку кипятком, чтобы получить вот это вот овсяное молочко как раз. Вот, значит, вот сейчас у меня это настоится всё, выделится молоко овсяное. Значит, дальше нам понадобится масло подсолнечное, а ещё я подготовила кунжут жареный, уже его пожарила. Я подготовила пищевую соду, чтобы можно было погасить её лимонным, моей лимонной водой, лимонным соком, соль, сахар. Здесь с шишками, с еловыми или сосновой, или еловой, я не знаю, шишки, которые я сама собирала. Я вам рассказывала, это вот засахаренные они у меня. Это осталось, то, что осталось, этот сироп сахарный с шишками. И, да, наверное, всё. Ну, и, соответственно, место, мисочка какая-то, да, в которой вы будете разводить тесто. Вот в прошлый раз, наверное, я делала такой вариант. Мне он очень понравился. Это, наверное, было на прошлой неделе, в прошлые выходные я делала по этому рецепту. Вот как-то мне тоже так навеяло. И, знаете, так вот экспромтом получилось. Мне очень понравился этот вариант, этот десерт. Вот. И вчера тоже, тоже экспромтом, также вот как-то навеяло мне, я сделала, мне тоже очень понравилось. То есть вот таких два рецепта. Но я не знаю, тот предыдущий рецепт, он такой очень трудоёмкий. То есть мне нужно смазывать, то есть, ну, печь, как бы выпекать обычные блины. Но желательно, чтобы они подсохли, да, чтобы они подсохли. На сухой сковороде я это делала. То есть чтобы они такие были не мягкие, а жестковатые, засушенные. И смазывала их маслом подсолнечным, сахаром посыпала, сахаром смазывала, да, и сверху посыпала кунжутом. Вот. То есть при условии, если они будут сухие. Это вот тот первый вариант, который мне понравился, понравился десерта. И вот второй вариант, это который я вчера делала вариант, это микс овсянка запаренная и цельнозерновая мука. Но это получаются такие, они более сытные, мягкие. Те более сухие, да, более постные, а эти более мягкие, более такие, ну, сытные, вкусные. Я ещё добавляла масло подсолнечное, муку. Вот. То есть вот таких два варианта. Но, наверное, не знаю, можно сейчас соединить эти два варианта. А можно сделать сегодня, вот этих два варианта сделать. Пока что сейчас у меня запаривается овсянка, да. Я сейчас сделаю первый вариант и вас познакомлю с этим вариантом. Что? Чтобы это не на словах было, а на деле. Вот. Пока у меня запаривается овсянка, я сейчас сделаю вот этот первый вариант, да, который я делала на прошлой неделе десерта. Вот. Потом запарится овсянка, выделится молочко овсяное. И я сделаю уже по второму рецепту также, который мне тоже понравился, который я вчера делала. Ну, наверное, вот так вот я поступлю. Потому что предыдущий рецепт, он очень трудоёмкий. Мне понадобится очень много времени. Поэтому попытаюсь это сейчас всё показать, чтобы, ну, недолго всё это было. Значит, делаем по вчерашнему рецепту сейчас. Не по вчерашнему рецепту, а то, что я делала на прошлой неделе. Значит, мне понадобится цельнозерновая мука. Здесь мука. Одна цельнозерновая мука. То есть здесь я не смешиваю ницов, никаких не делаю. Немножко муки цельнозерновой. Буквально чуть-чуть. То есть они должны получиться такие тоненькие, не толстые, тоненькие и немножко подсушенные. Вот. Подсушенные мне больше понравились, чем мягкие. Такие получились, знаете, как печенье получилось. С кунжутом. Кунжуте. Если всё это ещё посыпать кунжутом. Дальше я добавляла пищевую соду. Также. Вот буквально на кончике ножа пищевую соду сейчас добавлю. Значит, опять всё это гашу лимонным соком. Дальше я добавила соль. И, да, ещё мне нужна будет вода. Да, я добавляла воду ещё. Сейчас я налью воды. И. Сейчас я её разогрею. Мне нужно будет её разогреть. Так, никаких специй я не добавляю. И, по-моему, я не добавляла масла в тесто. Потому что я смазывала каждую вот эту вот лепёшечку, да, которая у меня получилась. Я её сверху смазывала маслом. То есть я делала без масла на сухой сковороде по всей видимости. Вот. Вот попытаюсь сейчас я это восстановить. То, что я делала неделю назад. Пока что у меня запаривается овсянка. И по второму рецепту я буду делать уже потом. А потом, после. Значит, мне понадобится... Ну, если у вас есть сликоновая кисточка, хорошо. Я вот смазывала. То есть можно чем угодно. Вот у меня чистый бинтик. Вот. И я его смачивала в масле отдельно, да. Можно налить куда-то в какую-то... В отдельную какую-то ёмкость, да, смачивала. И всё это смазывала. Каждую. Каждую мою лепёшечку. Ну, это можно назвать или лепёшечкой, или печеньем можно назвать. В принципе, как угодно. Смазывала уже маслом подсолнечным. Посыпала сахаром. Смазывала сахаром, да, и посыпала сверху кунжутом. Так. Значит, вода готова. Так, сейчас она остынет. Вот можно даже сковороду я не буду даже смазывать маслом. То есть нам нужно, чтобы они такие были более... Ну, можно, конечно, смазать. Первую можно смазать чуть-чуть слегка. Вот, и можно ещё налить вот сюда вот, в отдельную крышечку, налить масло. И потом, чтобы нам вот именно обмакивать чуть-чуть буквально, да, погружать вот этот бинсик и смачивать каждую нашу лепёшечку. Вот, смачивать масло. Ну, как я это делала в прошлый раз, мне очень понравилось. Так, значит, я заливаю водой всё. Так, это, по-моему, они были у меня. Я размешивала или рукой, или ложкой, я уже не помню, чем я мешала. Так, значит, я наливаю воду. Попробую сейчас размешать ложкой. То есть вот я делаю тот предыдущий свой рецепт, первый, который был в прошлый раз, я делала по этому рецепту. То есть хочу сейчас сделать два варианта. Хочу сейчас сделать. То есть тесто, мы посмотрим, оно не должно быть жидким. Что у меня получится? Так, здесь ничего нет, никаких специй не добавляем. То есть смысл в том, что мы будем наносить сверху сахар. То есть такой вариант получится с кунжутом. Сладкий вариант в масле и с кунжутом, и с сахарем. Вот, то есть поэтому специи вовнутрь я уже никаких не добавляю в самое тесто. То есть нам нужно делать упор на это. То есть печем обычные, как мы это делаем, обычные, ну как это можно даже назвать, наверное, не лепёшки. Может быть даже это больше печенья будет. Замешиваем обычное тесто. Так, сейчас я разогреваю сковороду, чтобы сковорода была разогрета. То есть не суть важна, они могут быть, конечно, и мягкие. То есть не обязательно, они должны быть жёсткие. Огонь делаем небольшой. Получается на самом деле очень вкусно. Так, в общем, я вот замешиваю тесто, вмешиваю. Можно, наверное, даже ещё немножко воды добавить, чтобы оно такое было не очень густое, но и в то же время не очень жидкое. Получится как сметанообразная такая. Нам нужно тесто сметанообразное, чтобы было. Так, масло я вовнутрь не добавляю, потому что я буду смазывать верхнюю часть маслом. Поэтому вовнутрь в тесто я масла не добавляю. Так, вымешиваю, чтобы не было комочков. Так, вымешиваю. 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 Так, ну вот такое должно получиться тесто. Такое оно получается вот как сметана. Так, ну и выкладываю я всё это на сковороду, соответственно. Так, значит, вот так мы их растянем, чтобы они такие были немножко не такие большие, то есть нам не нужны блины, нам не нужны блины большие, мы будем делать вот такие маленькие, аккуратненькие, как вот ладушки, что можно их назвать, наверное. Такие овальные формы, даже не круглые. То есть мы делаем без всего, не добавляем ничего в тесто, потому что я сейчас всё это буду наносить поверх, уже поверх нашей готовой продукции, да, то, что у нас получится. Всё буду уже сверху наносить, сахар, масло и кунжут, поэтому ничего вовнутри я не добавляю. Так, ну, делаю небольшой огонь. вот такие они получаются. Вот такие вот получаются маленькие, да, внешние напоминают стопы, стопы, да, напоминают вот как вот в виде стопы, такие вот такой формы, то есть не нужны нам блины, оладья, лепёшки нам не нужны. Нам нужно что-то такое вот миниатюрное, изящное, маленькое, мини, такие мини-оладушки. Значит, мы их с двух сторон сейчас поджариваем на маленьком огне, на минимальном тоже огонь не нужен большой, то есть мы должны сейчас высушить, чтобы они такие получились и не мягкие, и не жёсткие, то есть такая золотая середина, чтобы можно было их потом смазать каждым маслом сверху и подсолнечным. Сахар, сахаром потом смазать, а сверху смазать и посыпать уже кунжутом. Вот, это вот такой первый вариант. Значит, сейчас я всё это переверну. Так, значит, ну, а тем временем, пока у нас жарятся наши лепёшечки, да, наш десерт, значит, вот уже запарилась моя овсяночка, значит, сейчас можно её ложкой размешать, то есть, чтобы у нас, нам нужно получить овсяное молоко, чтобы было овсяное молоко, выделилось. Вот, то есть, вот такого оно получается белого цвета, это молоко, это молочко овсяное. А мы также используем сегодня жмых, то есть всё вместе жмых мы не выбрасываем. Вот, но нам нужно молочко. Ну, для чего я это делаю? Потому что с молочком, именно когда вы запариваете овсянку, да, предварительно водой, кипятком именно, чтобы она запарилась и просто настоялась какое-то время, именно вот ваши оладьи, да, которые вы будете делать уже на этом овсяном молоке с овсянкой, они получатся более вкусными. Даже пусть на воде, постные, но мне вот, я вчера делала по этому рецепту, мне очень понравилось. Именно вот этот вариант, это вот второй вариант, с которым я хочу сегодня с вами поделиться. Вот, но здесь будет микс уже, то есть, я смешаю овсяную муку, овсянку смешаю с цельнозерновой мукой. Здесь получится микс, вот, но они будут более сытные за счет того, что здесь у нас присутствует овсянка. Вот, то есть, мы должны размешать, пусть видите, получается вот такое получается молочко белое. Это овсяное молоко, растительное молоко. Вот, то есть, именно вот за счет, благодаря этому молочку овсяному, да, благодаря тому, что мы именно запариваем кипятком, это все настаиваем какое-то время, настаиваем наши блинчики получатся вкуснее, у них будет другой вкус. Они получатся более вкусные, чем если просто мы, например, добавим овсянку, да, как я раньше делала. Я просто добавляла овсянку, ничем не запаривала и обычно разбавляла водой, смешивала с водой. Конечно, вкус не такой. Вот именно если кипяточком вы запарите и выделится вот это молочко, да, овсяное, и все это еще постоит, настоится, то вкус ваших блинчиков, он будет другим совсем. Они будут более вкусные, сытные. Знаете, такое ощущение, как будто вот вы что-то туда добавили, какие-то продукты животного происхождения. Как если бы вы добавили яйца, например, да, молоко добавили коровье, еще что-то добавили. Вот то же самое получается, вот именно только на основе овсяного молока. Так, значит, у нас настаивается, пусть дальше. Я сейчас переверну наши блинчики. Наши блинчики на вторую сторону. Вот они такие подсушенные получились. Потому что дальше начинается, уже пойдет следующая неделя страстная, последняя. Поэтому сегодня вот у меня такой пир опять, воскресный день, вот, и вот к вечеру я хочу сейчас тоже такой сделать десерт к чаю, вот, то есть немножко себя побаловать, порадовать десертом. Ну и плюс еще ознакомить, поделиться с вами уже. Так, ну вот такие вот они получились. Вот видите, их типа как вот, как стопы получились. Стопы, лотосные стопы, да, Господа Кришны, вот то, что нам показывают, да, если знают, преданные знают, наверное. Вот, получилось, вот видите, как такие вот стопы Господа. И вот это с обратной стороны, вот, значит, мы их чуть-чуть поджарили слегка. В принципе, они получились масляные первые. Можно их даже маслом не смазывать, вот, а вот сейчас вторые, которые я буду делать, вот, потому что сейчас уже суховатая, более, будет сухая сковорода. Все, они готовы. Все, можно сейчас выкладывать на блюдечко их. Они поджаренные, вот, и дальше уже я буду с ними работать. Вот, ну и тем временем пока-нибудь сейчас выпекаю следующее. Также кладу то же самое. То есть такие получаются, как, ну, вот, как в виде стоп получается. Может быть, нам даже не понадобится наш бинтик, потому что они, потому что они в масле уже. Так, значит, ну, процедура, она, можно сказать, значит, уменьшается. Ну, хотя вот этот можно смазать. Один он такой суховатый. Все-таки, наверное, нам масло понадобится. Масло, да. Значит, вот этой частью, да, бинтиком я смачиваю. Ну, вот, просто я хочу такой лайфхак, да, лайфхак показать. Может быть, да, вот, если, например, нет у вас силиконовой кисточки, да, но нужно смазать маслом ваши блинчики, ваши лепешечки. Как можно это сделать? Вот чистый бинтик, да, который вы используете, например, при приготовлении сыра. Да, и наливаем вот сюда вот в крышечку, в отдельную масло подсолнечное и макаем. Вот, и уже этой частью, да, мы смазываем вот таким вот образом, да, видите, вот мы смазываем. Она такая становится сверху уже блестящая, да, то есть мы смазываем нашу лепешечку маслом, смазываем. То есть, видите, она не должна быть жесткая, то есть она не должна быть мягкой, она такая должна быть жестковатая. эта лепешечка, вот, то есть вот мы ее смазали маслом с двух сторон. Минтиком, то есть не нужна никакая силиконовая кисточка, бюджетный, более бюджетный вариант. Значит, мы смазали с двух сторон. Вот, и очень удобно, чтобы они были такие маленькие, да, аккуратненькие, очень удобно их смазывать. Вот, видите, получилась стопа, стопа Господа Кришны получилась такая вот в виде стопы. Или Господа Махапрабху, да, считание Махапрабху стопа получилась. Смазываю. Вот, значит, вот я смазала, разложила все на блюдечке это все. И теперь я наношу сахар на каждую. Ну, сахар можно положить, например, в крышку, да, в какую-то водильную. Положить сахар чистой ложкой, да, чтобы мы каждый раз не лазили сюда в банку. Это тот же самый сахар из еловых шишек. Значит, положили сюда, ну, вот чайные ложки, наверное, надо упасть на это количество. Вот, и на каждую лепешечку, да, маленькую, тоненькую, пока что она горячая. Смысл в том, да, пока горячая, потому что, когда они остынут, уже сахар, он не будет таять. То есть нам нужно, чтобы он растаял. Значит, мы наносим это все на нашу лепешечку. Да, наносим на лепешечку и распределяем ее по всей поверхности. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы посыпать потом все это кунжутом сверху. Вот, потому что если сахара не будет, да, то мы не сможем кунжутом посыпать. А именно если вот он будет такой липкий, да, верхняя часть будет липкая, то мы сможем нанести кунжут. Ну, можно все, что угодно, да, нанести. Можно кокосовую стружку, можно нанести сюда. То есть любой вариант. Но именно, чтобы был сахар. Сахар и масло. Потому что сахар плюс масло, да, оно будет как-то повкусней. Если мы хотим сделать, вот, действительно, да, чтобы было вкусно в праздничный день сегодняшний, да, воскресенье. Значит, мы нанесли сверху сахар. Вот, и кунжут, уже готовый кунжут. Вот, и посыпали это все кунжутом. Видите? То есть он, сахар, он сдерживает кунжут. Вот, вот, кунжут мы должны заранее, мы должны его пожарить, подготовить, чтобы он был более вкусный, да, вот этот ореховый вкус, мы его должны пожарить. Вот, видите, что получается? Вот такая посыпочка получается сверху. То есть именно, вот, благодаря сахару, наш кунжут, он лепится. Вот, и он уже, конечно, не свалится, ничего с ним не будет. Вот. Вот для этого мы сахар используем. Вот, тоже самое мы делаем со всеми нашими другими лепешечками. Так, все временем, значит, эти я переворачиваю лепешечки. Здесь я уже жарю на сухой сковороде, я уже масла не наношу. Вот, можно делать это руками также. Вот, и мы это все, в Индии это все делают руками, то есть не используют никаких ложек, никаких приспособлений. Все делают руками, вручную. То есть таким способом, ну, идет обмен, да, энергии. И мы вкладываем свою любовь, вкладываем. Поэтому все делаем руками. И также наносим кунжут. Видите, вот он хорошо, прекрасно лепится. А если именно у нас будет сахар. Вот, то есть, ну вот. Вот, как-то так мы это можем сделать. То есть понятен смысл, да. То есть именно смазываем сахаром и сверху прилепляем вот этот кунжут. Вот, посыпаем либо кунжутом, либо, ну, чем нам хочется, да, чем нам нравится. Например, можно там кокосовой стружкой, например, посыпать. То есть любой вариант здесь мы можем использовать. Вот, то же самое мы проделаем с остальными нашими лепешечками. Либо это лепешка, либо это печенье. Ну, что у вас получилось. То есть желательно, чтобы это была субстанция сахара жидкая, не жесткая. Потому что вот у меня жесткая часть осталась. Жидкая сверху была, которая жижа. Я уже ее все использовала. Поэтому не очень хорошо, конечно. Желательно, чтобы была жижа. То есть если сироп, сиропом сверху посыпать, поливать, то жидкая, чтобы была. Не жесткая. Вот, и сверху вот лепим, да, как бы, ну, прилепляем сверху вот этот кунжут. Лепим уже. Готовый наш кунжут. Вот. Ну, то есть вот так вот получается. Таким образом. То есть сверху. Вот. И тоже делаем то же самое. Мы проделываем. То есть, желательно, чтобы он растекся, чтобы он был жидкий. Потому что, если он будет жесткий, то... Ну, сможете, конечно, вы прилепить. Ну, вот. И опять накладываем сверху кунжут. Буквально вот чуть-чуть, немножко. Много не надо. То есть, смысл весь в том, да, чтобы вот, ну, это, во-первых, вкусно, да, само сочетание масла подсолнечное сверху, да, именно сверху, чтобы оно было масло с сахаром, да, сочетание очень вкусное. С сахарный сироп и масло. И плюс кунжут жареный. То есть, само сочетание и вкусно будет, и... Ну, плюс еще будет и полезно. И сытно. Вот. Ну, и плюс еще красиво будет, да. То есть, мы как бы так вот завершили наше сегодняшнее блюдо, да. Мы его украсили, наши стопы, да, наши вот эти печенья, печенюшки, или их можно назвать. Мы их украсили. Можно даже положить друг на дружку. Вот. Чтобы низ, да, низ, он тоже смачивался, пропитывался. То есть, друг на друга положить. Вот. Вот такой можно еще вариант. То есть, мы промазываем каждый, да, и еще кладем друг на друга. То есть, получается такой, ну, как тортик, да, мини-тортик такой. Вот. Значит, и вот следующие наши лепешечки, наши, ну, они уже такие сухие, сухие получили, суховатые. Вот. То же самое с ними проделываем. Доделываем. Вот тут немножко осталось тесто. Можно его теперь смешать с овсянкой. Вот. Ну, а можно, в принципе, сделать из одной овсянки. Тоже будет вкусно. А это сейчас я тогда доделаю. Тут немножко осталось. Буквально. Такое же делаю продолговатые формы. Получаются такие, как вот, как стопы, получается. Вот. Вот. Так. Ну, и то же самое мы проделываем. Значит, смазываю сначала маслом. Смазываю это все. Нашим. Нашим винтиком смазываю каждую. С двух сторон. Ну, эти такие уже получились более подсушенные, потому что здесь уже масла я не добавляла на сковороду. Вот. Поэтому они получились более подсушенные. Значит, так же смазываю это все маслом с двух сторон. Потом этот винтик просто можно его промыть под проточной водой и использовать еще можно будет. Вот. И каждый смазываю уже эту печенюшку смазываю сахаром. Можно его предварительно растопить. Если он у вас, например, кристалликами не жидкий, да, можно его растопить предварительно. Вот. Все. И сверху уже выкладываю кунжутик. Прямо вот на этот сахар. Ну, вот такой вот получается. Это вот следующее. И новую стопочку выкладываем. То есть предыдущая стопочка, она отдельно, а это уже новая стопочка. Так же сахаром смазываем ее. Ну, то есть такая у нас сегодня получится дегустация тоже. Но сегодня у нас будет десерт. Мы будем пробовать наш десерт. Два варианта будет сегодня у нас. Один с кунжутом, другой будет из овсянки просто. Масло, кунжут и сахар. Вот. И так же сверху лепим это все. Лепим кунжут сверху. Лепим кунжут сверху. Так. Эти мы переворачиваем. Вот. И последний у нас остался. Так же можно его маслом смазать. с двух сторон. Значит, нанести сахар уже на него. Распределить так же по всей. И уже лепим кунжут сверху. Прилепляем сюда. Где у нас сахар. Распределяем сюда. Да. Распределяем сюда. Да. вот ну вот такой вот он получается потом я покажу что у меня получилось результат можно также сложить друг на дружку чтобы и низ тоже пропитался и верх и низ пропитался то есть чтобы все было пропитано стопочка прям складываем друг на дружку но тем временем вот вторая следующая партия уже подготовилась это последние два остались из этого замеса вот делаем то же самое смазываем также смазываю маслом этот остатки остались какие-то масла уже практически все масло нет вот и наношу сахаром сверху почти уже растопился именно по горячему если горячая то он растопится его не надо растапливать отдельно то есть именно пока они горячие лепешечки даже если крупный у вас кристаллический сахара не жидкие оттого горячему если сразу до наложить то он быстро растает у вас не нужно его специально растапливать вот и так же сверху нанесли кунжут сюда вот и также сверху нанесли кунжут сюда так вот сверху и следующее то же самое сегодня воскресенье сегодня сахар разрешается поэтому дальше уже пойдет страстная неделя и опять будет ограничение поэтому мы сегодня можно себе позволить устроить такой пир небольшой побаловать себя вот и сверху наносим кунжут вот и сверху и я Можно чуть-чуть кружута побольше, не бояться, там будет вкуснее. Если будет его побольше, вот такое получается, сверху обсыпали. И можно опять друг на дружку положить, чтобы еще и нижняя часть тоже пропитывалась маслом, сахаром и кунжутом. Вот такой получился первый вариант. Вот такой первый вариант получился у меня. Я друг на дружку сложила кусочки, чтобы пропитались еще и снизу, не только сверху, но и снизу. Вот такой друг на друга получился. Такой, как получается. Вот они сбоку и сверху. Потом я в конце уже покажу конечный результат, что у меня получилось. И дальше, значит, это первый вариант. А теперь второй вариант. Значит, здесь нам уже кунжут не понадобится. А нам понадобится овсяное молочко. У нас будет в основе овсяное молочко. Так, значит, вот оно уже настоялось. Вот такое вот оно получилось. Густенькое. То есть, и то же самое, и жижа тоже здесь же. Сама гуща. Вот. И само получилось вот оно. Овсяное молочко. Она настоялась, пока мы готовили лепешки. Это все мы теперь отправляем в нашу мисочку сюда. Но здесь вот у меня остатки. Остались цельнозерновой муки. Вот. И сюда мы все это выливаем уже. Выливаем и размешиваем. Вот. Вот это вот будет такой второй вариант. То, что я делала вчера. И мне он очень понравился, этот вариант. Такие, знаете, получаются, как вот сдобные. Сдобные, как если бы мы добавили сюда какие-то продукты животного происхождения. Ну, за счет того, что здесь вот присутствует это молочко овсяное. Еще раз повторюсь. Это важно. То есть мы должны изначально запарить. Потому что, если вы не запарите овсянку, у вас не получится такого эффекта. Это важно. Вот. Ну, то, что здесь осталось, тоже мы это все отправляем сюда. И замешиваем опять тесто. Вот этот первый вариант, с которым я вас познакомила. Но я даже не знаю, на что он похож, на какую индийскую сладость. Может быть, это можно назвать, отнести. Есть такая сладость индийская. Называется джалиби, по-моему. Это вот как раз они с использованием сахара делают. Получаются очень вкусные, хрустящие. Тонкие, тонкие, очень такие изящные, маленькие. По-моему, это называется джалиби. На хенде есть такой десерт. Как раз, по-моему, там используют сахар. Вот, может быть, этот вариант похож именно на этот вот джалиби. На эту индийскую сладость. То, что я вам показывала первый вариант. Вот. А это будет уже второй вариант. Но здесь вот уже чисто наш такой вариант. С овсянкой. И, чтобы он был более густой, я сюда добавляю немножко муки цельнозерновой. И опять здесь ничего, никаких специй не присутствует. Немножко добавляю цельнозерновую муку. Чуть-чуть буквально, чтобы немножко нам... Вот. И вымешиваем тесто. Можно даже руками. Я один раз вымешивала руками. И руками же прям кладёте на сковороду. Без сковороды. Без ложки. То есть можно даже такой вариант. Ложку не использовать. Так, ну вот чуть-чуть сейчас замесили. Так, в суд, наверное, я не буду добавлять пищевую. Потому что здесь от предыдущего замеса оставалось немножко. Немножко посолю. Да, ещё я добавляла сюда масло. Масло сюда, вовнутрь, в тесто. Так будет намного вкуснее. Добавляем масло. Ну и, соответственно, масло также добавляем на сковороду. Вот. То есть, чтобы они были совсем уж у нас... Такие были сытные. И можем уже даже рукой замесить это тесто. Сейчас немножко размешаю. И дальше уже вымешиваю рукой. И уже прям этими же руками можно уже наносить без ложки на сковороду. Вот такое вот оно получается. Чуть-чуть, конечно, жидковатое. Но за счёт того, что здесь присутствует сама гуща овсяная, возможно, что они заформуются у нас. Тщательно размешали. То есть, вот эта жижа присутствует. Ну и плюс ещё немного муки цельнозерновое. То есть, вот эта жижа присутствует. Так, нужно, наверное, ещё немножко добавить муки. Немного сахара осталось на руках с предыдущей. Тоже сюда же всё в тесто. Вот, и нужно немножко ещё добавить. Немножко его загустить. Чуть-чуть буквально ещё. Но тут вы уже сами поймёте. Поймайте золотую середину. Поймайте золотую середину. сейчас попробую я на сковороду уже положить попытаюсь положить на сковороду так сковорода горячая здесь у нас масло масло я положила и включая огонь можно кстати а я вчера жарила на таком на среднем огне не на маленьком на большом огне чтобы они хорошенько прожарились так ну попытаюсь и а делаю блин уже делаю блин на всю сковороду то есть не блинчики да не оладушки не лепешечки а именно блин большой же должен получиться вот как я сделал это вчера вот и сковороду можно сделать огонь чуть побольше чуть побольше делаем огонь вот что получается вот такой вот он должен быть широкий на все на все сковороду немножко наверное много воды мало теста поэтому чуть получился такой получится подольше просто его поджарить вот это вот на овсяном молоке получается вот это вот такой вариант 2 вот а вот получается первый вариант с которым я вас знакомила до предыдущие мы делали с вами вот на основе сиропа сахарного до сахарной сиропы кунжут кунжут посыпала кунжутом и маслом смазывала бензиком можно ли ваткой масло кунала подсолнечное смазала каждую двух сторон вот и сверху промазывала все это сахаром и посыпала все это кунжутом сверху жареным вот и можно положить каждую сторону с двух сторон промазывала маслом верхнюю часть промазывала сахаром и посыпала кунжутом вот и выкладывал уже в конце друг на друга чтобы все части до друг другу то есть выбрали и с двух сторон он был пропитан сахаром сахаром и маслом вот вот такие вот они получились внешне на вкус очень вкусная потому что здесь все очень вкусно и полезный сахар плюс масло и плюс кунжут вот получается очень вкусно брать соответственно каждую нужно каждую нужно брать не вместе брать каждую по штучно вот но это вот такой первый вариант мой который я сама придумала этот вариант такой сладости десерта вот основа цельнозерновая мука гашена лимонным соком пищевая сода вот это вот основа остальное идет все сверху как украшение уже кунжут масло подсолнечное и сахар вот это первый вариант это вот второй вариант тоже на основе овсянки немножко я конечно переборщила с овсянкой с водой по всей видимости вот так они получаются мягкий вариант много воды сейчас он чуть-чуть поджарится это вот все чуть подзагустеет овсянка можно было это все снять потом сейчас затвердеет вот такой получается овсяноблин можно сказать можно так назвать его овсяноблин вот это вот второй вариант вчера был немножко другой внешне был другой сегодня чуть больше просто овсянки и получилось больше овсянки меньше муки поэтому сегодня немножко другие они получатся но я тоже думаю что не хуже чем вчера вот и сейчас переворачиваю уже на вторую сторону и вот и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... То, что я хотела... С чем хотела вас сегодня познакомить... Вот с этими двумя вариантами... Я думаю, что... Наверное, вот на этом... Все... Переворачиваем на вторую сторону... Поджариваем и... Тоже делаем с другими... Это получится даже, можно сказать... Наверное, легкий ужин, да? Получится такое... Или десерт к чаю... Так... Сейчас вот он... То есть можно еще раз балить мукой... Если жидковатая... Можно еще раз балить мукой... Ну, я не буду показывать весь процесс... Я думаю, что все понятно... Вот это вот такой второй вариант... Ну, вот таких вот два варианта... Сейчас уже в конце... Я попытаюсь сделать... Перевернуть все-таки на вторую сторону... И уже вам покажу конечный результат... Что у меня получилось со вторым вариантом... Так... Ну, вот... Второй делаю блинчик... Сейчас покажу, что у меня получилось... Значит... Мешаю все как следует... И такой же делаю блин... На всю сковороду... Все-таки Я думаю, там можно перестать или ать г ноябуря Ou quила... Продолжение следует... 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 так вот второй блин вот такой вот с обратной стороны и третий блин делаю и и и и и и Вот такой получился второй, уже не такой рваный, уже такой более аккуратненький, более прожаренный. Вот и цельный, нигде не драный. Вот это второй такой блинчик получился. Следующий положила теперь третий блинчик. Так, вот третий блинчик переворачиваю. Тоже аккуратненько это делать, потому что, чтобы не поломать блины, потому что они очень крупкие. Так, значит, с обратной стороны я сейчас прожарю, тем временем я поставила уже чай. Для чая поставила воду на газ. Вот, всё, и ещё на один, останется на один блин, и всё. То есть, вот на сегодня всё. Так, ну что же, третий блинчик. Вот такой вот он получился тоже. Поджарился с двух сторон. Красивенький. Так, ну и ещё остался один блинчик. Я так думаю. То есть, можно прямо сейчас всё выливать, уже не выгадывать, ничего не вымерять. Просто прям выливать всё это на сковороду. Вот. Так. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, все. Последнее. Это будет четвертый у нас блинчик. Тесто закончилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что же, приблизилось время чайпития. Значит, завариваю чайничек, как обычно. Вода почти закипела. Это будет такой последний, заключительный момент, да, когда последний штрих, как говорится, это заварить чайничек, вот, и пойти уже вкушать, да, вкушать пищу. Перед этим не вообще будет эллистация. Так что не отключайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА